Первым объектом, который посетил глава, стала новая школа номер 11 в сельском поселении Инарки на 540 мест, которое построено в рамках национального проекта образования. Здесь общестроительные и отделочные работы завершены, мебель и оборудование установлены. Мама, дарим, спецификация директора школы. На все, да? Хорошо, да. Полностью. Опись есть, мощности, категории, все есть. Опять договора, контракты на обслуживание технических объектов. Понимаете в виду, чтобы она там не искала слесаря, электрика, энергетика. В школе вода есть? Есть. Точно. У вас есть? У меня есть резерв. Не пожарный? Нет. У нас два отдельных пожарных. То есть у вас вода еще раз. В школе созданы все условия для полноценного развития детей, обеспечения их досуга, проведения спортивных и творческих занятий. Ввод в эксплуатацию этих школ позволяет сократить дефицит посадочных мест, обучать детей в комфортных помещениях, оснащенных современными техническими средствами. Мы очень сильно нуждались в этих школах. И родители, и учащиеся, и учителя очень рады. В нашей красивой, уютной, большой школе. С открытием новой школы насколько легче станет? Насколько разгрузится предыдущая? Все школы будут работать в одну смену. Это в первую очередь. У нас очень много кабинетов учебных. У нас мастерские в школах. Актовый зал, в которых в обеих школах мы все время мечтали об актовом зале. Обновление и развитие региональной инфраструктуры образовательного комплекса будет активно продолжаться. Еще одной гордостью новой школы является спортзал. Здесь есть все необходимое для популяризации здорового образа жизни. Баскетбольная сетка, волейбольная, брусья и не только. В общем, все для детей. Особое внимание уделили и раздевалочной. Здесь есть все необходимое. Шкафчики, чтобы повесить свою сменную одежду. А также вот такие вот стульчики, на которых можно присесть и переобуться в спортивную обувь. Средительство общеобразовательных учреждений держит на личном контроле и глава региона Махмут Али Калематов. Он отметил, что каждая подрядная фирма несет ответственность перед всем преподавательским составом и детьми. А значит, работы нужно выполнять качественно. Я уже по дороге сюда дал команду. Сделать комплексы не принимай. Пока полностью не будет. Очистные сооружения. Очистные сооружения. Электрические. Весь центральный консенсус. Весь центральный консенсус. У нас есть. Полностью. Акцент в новом здании сделали на комфорте и качестве обучения. Открытия ждут с нетерпением. Тем более школа носит имя Али Картоева. Эта школа названа в честь одного из самых первых учителей Ингушетии, который в 1929 году закончил первый горский педагогический техникум. С ним учились известные просветители нашего народа. Идрис Базоркин, Асмиихамзат, Зязиков Багаудин. Ну, в общем, это была первая ингушская интеллигенция. К этому числу относился я Литов Бодович. Кстати, это мой родной отец. Я очень рада показать, продемонстрировать свою династию педагогическую. Новообразовательное учреждение находится в частном секторе. Две старые расположены в центре села. Поэтому эту школу построили в районе новостроек. Если честно, вот те, которые живут здесь, им очень тяжело добираться до другой школы. Потому что, ну, так как и был подвоз, но все равно, когда ты рядом живешь, удобнее же детей отправлять рядышком в школу. Поэтому очень даже удобно, что здесь открыли эту школу. Рядом, в которой живут, люди очень довольны, ждут. Прям и дети сами хотят рядышком, хотят на площадке поиграть. И понравился спортивный зал, нам понравился. Далее Махмуд Алик Алиматов посетил Центр непрерывного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В Нижних Очулках глава региона проверил ход капитального ремонта. Работа уже на завершающей стадии. Все помещения, включая учебные классы, бассейн, столовую, полностью отремонтированы. Обновлена система отопления и видеонаблюдения. Учебное заведение подобного типа предназначено для особенных детей. Поэтому капитальный ремонт должен быть выполнен качественно, с осознанием ответственности. Очень важно, чтобы были созданы комфортные условия для обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Ох да, вопрос не в деньгах, ничего не в этом. Жберешь, жалешь, да вот, тяпус, муж бачу, вы уж, пожалуйста, посмотрите внимательно. Вот вентиляция, почему я говорю, вода, здесь проверяется распотребнадзор, качество воды у вас есть? Пробы берутся, да. Пробы берутся, вот это надо пробу взять. Поэтому, если брать электронильный, здесь нет проблем, да? Нет. Ну, вот максимально, так он, шайца одержит, ну, хадиди еще, хадид. В учреждении отремонтированы стены, заделаны трещины, заменены двери, обновлено покрытие пола, отремонтированы потолки и не только. Также закуплено необходимое для учебного процесса и реабилитации оборудование. Очень много было недоработок, связанных с состоянием этого корпуса. Вместе с тем, хочу отметить, что глава отметил необходимость и важность завершения работ в установленные сроки, чтобы у нас качественно работы были завершены и ко дню знаний, чтобы наши дети могли прийти уже и сесть за парты. Мы очень рады тому, что сегодня уже практически до 95% завершены работы по капитальному ремонту. Ко дню знаний мы будем уже готовы. Сейчас идет сборка мебели, завершение каких-то небольших работ, которые остались. Глава Ингушетии отметил важность создания особенным детям не только инклюзивной среды и безопасности в целом, но и обеспечения психологического комфорта. Одно дело отремонтировать стены, заменить двери и окна, а другое погрузить в атмосферу, которая будет способствовать развитию потенциала наших детей, уверенности в себе и в собственных силах. Хава Гагиева, Алис Хангаровожев, Султан Могушков, Магаз, 24.